Евгений Викторович, расскажите более подробно о витаминах. В каких витаминах человек испытывает больше всего дефицит, особенно сейчас в преддверии осенне-зимнего периода? Знаете, на самом деле огромное количество витаминов, минералов остаются недооценены нашими пациентами, то есть и специалистами. Во многом это, наверное, связано с засилием, скажем так, понятия БАТ, то есть и тем, что боязнь формируется у некоторых пациентов. Мы понимаем, что БАТ – это биологическая активная добавка к пище, то есть должна быть разнообразная пища, и тогда можно добавить какие-то микронутриенты. Среди этих микронутриентов наибольшее, скажем так, значение для нас имеет, во-первых, препараты железа, то есть мы с вами понимаем, что железо абсолютно необходимо, она является кофактором во многих реакциях, да, то есть благодаря железу у нас образуется гемоглобин, да, то есть который, собственно говоря, необходим эритроциту для переноса кислорода до каждой клеточки нашего организма, да, то есть помимо этого железо участвует в метаболизме стероидных гормонов, превращение многих из них из тестостерона, формирование эстрогенов, что важно для женщин, да, поэтому дефицит железа, который на сегодняшний день есть у огромного количества наших пациентов, ну, это большая проблема, с которой мы должны бороться, и хорошо, когда у нас появляются продукты, которые позволяют активно восстанавливать, да, то есть баланс железа в организме, да, то есть мы говорим о хилатированном железе, да, потому что не у всех пациентов есть возможность применять внутривенное введение железа. Помимо этого у нас есть на сегодняшний день потребность и во многих других витаминах и витаминоподобных веществах и микроэлементах, да, то есть мы говорим и о магнии, мы говорим о цинке, мы говорим и о витаминах группы В, мы говорим о витамине Д обязательной, Е, А, да, то есть в каких-то пропорциях. Самой большой проблемой является то, что многие из наших пациентов не готовы принимать вот такую вот горсть препаратов, которые мы им расписываем из-за того, что есть некоторая боязнь, есть понимание полипрагмазии, да, то есть назначение этих очень большого количества препаратов, несмотря на то, что это все компоненты питания, которые наш пациент недополучает с нормальным своим питанием. Поэтому современные комплексные препараты, которые бы позволили бы компенсировать, да, то есть дефицит по вот этим микронутриентам, это на сегодняшний день выход, да, который позволит нашим пациентам прибегнуть к тому, что они будут пить одну-две капсулы в день, да, то есть и компенсировать тот дефицит, который у них возможно еще не сформирован, но уже к нему есть тенденция. Конечно, когда это уже выраженный дефицит, мы применим, там, к назначению монопрепаратов, там, мононазначать какие-то отдельные группы в более высоких дозировках, но для профилактики, то для поддержания состояния здоровья в большей степени, особенно в осенне-зимный период, да, то есть достаточно принимать комплексные препараты, содержащие такие вещества в безопасной, да, то есть разрешенной дозировке.